За это сражение бирюзового статиста забанили навсегда. Игроки, которые посмотрели этот бой, не смогли сдержаться и начали писать тонны обвинений в адрес этого игрока прямо в комментариях под этим реплеем. Так давайте же посмотрим, что же он натворил в этом сражении, что его забанили навсегда. С вами Бомбилка, погнали мужики! Дружище, забери свой новогодний подарок, выбери один из пяти контейнеров и получи премиум танк или море золота всего за 149 рублей на водки.ру. Доступна бесплатная игра, ссылка в описании. Это сражение, которое мы сейчас с вами будем смотреть, обозвали сражением с читами. Игрока, который будет играть, уже наказали. Да, ребята, вот такие вот суровые реалии рандома. Читаем, он сам загрузил это сражение на сайт. Вот реплейс, и тут в комментариях разыгралась настоящая жара. Читер выцеливает в начале боя через кусты домик и блайнит с обеих сторон, не задевая этот дом. Море игроков высказались об этом сражении, что они с читами. Прямо сейчас на экране я выведу один из комментариев, где идут прямые обвинения в читах этого парня. Ну давайте же вместе тогда посмотрим, заслуженно ли он получает перманентный бан, или все-таки его нужно будет пожалеть и сказать, что парень действительно чист. Да не то, чтобы пожалеть, а просто-напросто оправдать. Сражение с подозрениями на читы. Настоящая интригующая рубрика. С вами Бомбилка, еще раз это говорю. Давайте смотреть. Счет уже 2-0. Наш Скорпион G продавил правый фланг и будем смотреть, как он блайнит через кусты. Вот опять-таки спорные, очень спорные те же блайны. Четко нацелен на границы и пока непонятно даже куда блайнит. Но вот тоже нужно внимательно смотреть. По-моему, вот эти самые блайны. Многие игроки скажут, что это тундра однозначно. Но это один из первых моментов, который нам сегодня покажется подозрительным. Кроме того, что этот бой с подозрениями на читы, за него игрок получил наказание. Здесь еще будет архи-сильный нагиб и архи-сильное точунство. Поэтому моменты, которые можно обсудить, будут в подавляющем количестве. Их будет очень много, поэтому давайте внимательно смотреть. Еще, если вам нравится рубрика, где мы смотрим сражения, за которые игроки получили наказание, в особенности это статисты, вокруг которых много комментариев по поводу читов, то ставьте лайк этому видосику. Как только здесь, если вдруг наберется 1000 лайков, мы сразу делаем новый выпуск по поводу реплеев с читами. Но впереди КВ-2, пытаемся откинуть по нему блайнникам. И вот один из первых моментов с читами, который был, и который я хотел бы попросить вас обсудить в комментариях, это выстрелы блайнами вот по углам домика, того сквозь кусты, действительно, даже не задевая дома. Ну, конечно, чтобы 100% убедиться, нужно посмотреть данный реплей, скачав тундру. Но я это делать не буду, потому что показывать на экранах, как работает тундра, картошка запрещает. И это, к сожалению, делать нельзя. Ну что ж, тем временем, счет 2-0, впереди Т-54, первый образец, а мы приступаем смотреть этот реплей дальше, потому что это только начало, парни, и спорных моментов будет еще очень много. Сводимся на МХ-М4-45. Здесь Т-28 прототип, у него 1150 хп. Я думаю, разработчикам должны были быть наверняка такие важные моменты, важные обоснования, чтобы дать наказание игроку. Откидываемся по Т-29, у которого 705 хп, там еще впереди Тигр 2. Вот вообще я заметил, что очень часто читеры действительно выкладывают на вот реплей свои сражения с читами, очень часто даже необоснованно уходят в бан. И у меня есть несколько историй о том, как игроки, которые просто знают крутые прострелы, они просто научились играть в игру, и у них, в принципе, никаких читов нет, уходят в бан, сами того не заслуживая абсолютно, и это действительно обидно, что такие моменты происходят, потому что они действительно знают, что за этими кустами там кроется какой-то прострел, туда действительно кидают, и остаются чистыми. Вообще, вот уже практически 2000 дамага на Скорпионе, и в принципе, я играю на этом танке тоже в последнее время, и знаю, что танк действительно имбовый, наносить дамаг на нем очень легко, но только в том случае, если ты попадаешь с восьмерками, потому что именно там у врагов небольшой обзор, и имеется неплохая возможность накидывать дамаг безответно. Когда ты попадаешь в сражение с десятками, ситуация меняется крайне в противоположную сторону, но тут ты уже курица, а не орел, который издалека кидает, никакой уже не Скорпион, а какая-то там помойный жук, и тебя уничтожают, тебя пересвечивают, одна малейшая ошибка, и ЛТ-10 тебя на изи вообще засветит, а дамаг по тебе прилетит, об этом уж волноваться точно не стоит. Ну что ж, тем временем, счет 6-8, пока кроме первых блайнов никаких моментов мы еще не видели, но я вас уверяю, спорные моменты еще будут. Сводимся на Т-28 прототипа, и пока не началась самая финальная жара, а сейчас буквально через несколько минут, здесь будет такая вакханалия, которая вам даже не снилась, поэтому у меня есть буквально несколько секунд, на то, чтобы подвести итоги розыгрыша, которые были во вчерашнем прошлом видосике про марафон на Танк Лавешник, ссылка на этот видосик будет в конце, обязательно посмотрите и зарегистрируйтесь на марафон, который будет уже 11 января, ссылку в конце на экране оставлю, так что не переживайте. Так вот, победитель из прошлого видосика сейчас на экране, вот его комментарий позитивный с игровым ником, и вот чек об оплате слева на экране, этот парень уже получил свою коробочку, заходи, забирай и наслаждайся подарком. А что же вам нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Как и этот парень, которого мы проверили, он просмотрел видосик целых 8 раз, 8 раз просмотрел наш видосик, то есть не новыми просмотрами, а сначала досмотрел до конца, потом вернулся в самое начало и посмотрел видосик целиком еще раз, то есть у него один просмотр, но длительность просмотра 8 раз длиннее видео, поэтому у него огромный шанс был на победу, кроме того, он конечно же выполнил главные условия, подписался на наш канал, поставил лайк этому прошлому видосику, нажал на колокольчик и оставил позитивный комментарий со своим игровым ником подписка, лайк, колокольчик, позитивный комментарий, с игровым ником он сделал, а также длительность просмотра у него 8 раз превышает длительность видео, а я говорил, что чем дольше вы смотрите видосик, тем больше шанс у вас выиграть, то есть нужно не обновлять, не обновляя страницу, то есть вы досмотрите этот видосик до конца, потом ползунок на начало, перематывайте и смотрите еще раз, можно без звука, без звука, можно просто оставить устройство, и тогда у вас шанс будет выиграть еще больше. Ну что ж, 7 минут 41 секунда остается до конца этого боя, заезжаем на край карты, счет 10-12, сейчас на нас будут валить еще толпы вражеской команды, потому что мы остаемся вдвоем здесь с артиллерией, дефать базу, и самое время определить, читер это или настоящий имбовый крутой статист. 7 минут 22 секунды есть до конца в бою, впереди Т-28 прототип, 119 хп ваншотный, и сейчас нельзя ни в коем случае ошибаться, потому что там еще Т-29 тоже ваншотный, главное, что мы сейчас их пересвечим, но башню Т-29, тем более на откате, за холмиком пробить задача не из простых. Тем временем наш захватчик базы ЛКВ-65-2 отправляется мозолить, намывать ангарный пол, и сейчас Ф-44 почему-то, мне кажется, тоже будет в ангаре, потому что арта не может засветить противников, арту засветят, арту перестреляют, а там Т-28 прототип точно ее будет ваншотить. Ну что ж, начинается самый жесткий финальный замес, благо мы сохранили очки прочности, к сожалению, не все все-таки, от Тигра-131-го, один разочек мы получили, но это, как мне кажется, не критично. 6 минут 26 секунд, и сейчас снимают последнего артовода, как я и говорил, Т-28 прототип, альфа прошла спокойно, там она покрывает сверхом, так сказать, очки прочности М-44, и артовод уже в ангаре. И сейчас нашему Скорпиончику придется в одиночку против пяти танков противника тащить, и посмотрим, не будет ли у него соблазна в наглую включить чит модификации, которые он, возможно, уже скачал, возможно, и нет, но будем проверять внимательно. Сейчас сводится прямо по контуру карты, смотрите внимательно, нет ли никаких блайников между этими бочками с водой, или с чем это, бочки тут нарисованы нашими товарищами, картоделами. В засвете Т-28 прототип, вводит, вроде бы, по силуэту, но, возможно, это из-за того, что тоже вот спорный момент в комментариях писали, просто он засветил танк и, в принципе, идет по силуэту. Ну, сейчас уничтожает Т-28 прототипа, прицел немножко спорный, немножко нет, но, в принципе, по-моему, чисто, но многие скажут, что слишком плавно двигался прицел за 28 прототипом, об этом мне тоже писали. В общем, смотрим дальше, 11-14, 5 минут, 5 секунд остается до конца этого боя. У нас 875 хп, где-то там вдалеке Т-29, а МХ-М4-45 светился далеко, аж в районе своей базы, а Тигр-131 и Японец ОИ сейчас, по идее, уже должны с города подтянуться очень близко к зеленому кругу. Ну, что ж, будем ждать, будем смотреть, где эти танки сейчас находятся. 4 минуты 41 секунда, к сожалению, у нас нет никаких труп и обзор, в принципе, хотя обзор все равно максимальный, видимо, у игрока и шоколадка стоит и скорее всего просветленка, но я лично предпочитаю трубы возить на Скорпионе и шоколадка, мне кажется, это уже слишком какое-то изощрение, каждый бой отваливать по 20 тысяч кредитов что-то не хочется. Ну, что ж, 11-14, сводимся вниз, здесь АМХ-М4 и каким-то чудом мы даже не засвечиваемся после, нет, после выстрела все-таки засветились, но вот смотрите, он ровно ждал АМХ-а вроде бы оттуда, по-моему, мне писали даже до его засвета и не стоит ли у него мод на поваленный объект, очень большой вопрос. Сводимся на ОИ, на 550, 14 хп, остается у Япошки, сейчас будет тоже на нас мчаться, 2 секунды до КД, сводимся в башенку и минус Японец, 3 минуты, 45 секунд, нужно сейчас найти Т-29 и Тигра 131, чтобы наверняка закончить этот бой победой. Т-29 шотный, Тигр вроде бы нет, но у нас есть еще очки прочности, главное сейчас не облажаться и не спалить окончательно свои читы, потому что уже было много подозрительных моментов, пишите обязательно в комментариях, какие моменты вам кажутся наиболее подозрительными и странными. сводимся на Тигра, у него 450 ХП, нужно проезжать вперед за угол уже Тигруля заехал, добить пока не получается, сзади Т-29, Давид тоже нас прямиком, пролетает мимо нас Блайник, сейчас нужно выезжать, забирать Тигра и забирать Т-29, Тигр для нас шотный, потому что Альфа 490 у Скорпа целиком покрывает его очки прочности, на 130 фугасиком нам навешивают Т-29 и к счастью для нас не пробитием это все проходит и не слишком сильно закритовали нам экипаж, минус Тигр, Тигр на 282 перед тем, как отправиться в ангар нас целует и остается Т-29 у которого 114 хп, который наверняка сейчас зарядил фугас и наверняка во второй раз он точно нацелен нас пробить ну что ж мы с этим мириться не собираемся отъезжаем немножко дальше за домик ждем КДшечку хотя мы откадешены что-то я уже не туда начинаю говорить так вот досматриваем конец боя лично мне кажется очень спорно и очень под вопросом нету ли здесь тундры и вообще варпака потому что несколько моментов на которые я акцентировал посреди боя были спорными пишите в комментариях свои мнения самые лучшие так сказать выводы по поводу этого боя которые докажут наличие читов либо опровергнут их обоснованные с таймингами с четкими доказательствами я обязательно пролайкаю и обязательно может быть даже закреплю ну что ж откидываемся по Т29 у которого 114 хп минута 33 остается до конца этого боя будем сводиться на Т29 издалека ну давай давай добери хотя бы выиграй этот бой раз уже он спорный либо может этот парень целиком чист ну да Т29 забирает без вопросов вот такой вот немножко действительно спорный бой на Скорпионе Джи итоги сражения перед вами пишите свои выводы в комментариях как только набираем 1000 лайков следующий видосик про читера тут же будет на канале точнее я его начну сразу делать с вами был сегодня как всегда ваш бомбилка всем удачи пока пока мужики 2 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 9 7 9 Продолжение следует...